Жительница комутыря Людмила Стасилович на приеме главы рассказала о проблеме с водой. В хуторе совсем немного домовладений. Тот, кто не позаботился о собственных скважинах, пользуется водой, которую качает старая насосная станция. Строительство нового водозабора – очень затратное мероприятие. Один из вариантов – выделить в хуторе массив для многодетных семей и подать заявку в краевую программу на обеспечение инфраструктурой. Место хорошее. Если там будет вода, там надо посмотреть по земле. Есть ли свободные участки, может быть, для выделения земли. Потому что, ну, если будет вода, будет дорога, будет электричество, люди там будут строиться. Еще один острый вопрос – низкое напряжение в сети. В планах Кубанинерго заменить 6 километров высоковольтной линии, идущей в направлении хутора, и 200 метров непосредственно в комутыре. Нехватку воды испытывают и жители улицы Родниковая в Бужоре. Люди создали кооператив, провели полтора километра водопровода, но не хватает давления, чтобы дома на возвышенности в достатке получали важный жизненный ресурс. На прием к Сергею Сергееву жители Бужоры делегировали Рафика Бичахчана. Отчитался перед Сергеем Павловичем и заявителем Ярослав Царевский, руководитель водоканала. Еще одна просьба – дорога. По поручению главы ремонтная техника зайдет на Родниковую. Анна Суганяк просит увеличить в местной амбулатории количество коек на дневном стационаре. Глава Анапы обещает взять этот вопрос на контроль. Необходимо найти помещение для дополнительного отделения. Как подключиться к центральным сетям канализирования? С этим вопросом на прием пришла Айше Ахтемова. Сергей Сергеев потребовал от сельского главы провести работу с жителями и самому изучить ситуацию. Мы подводящую сеть-то сделали. Есть же центральный коллектор, так? Он самотечный, нет? Да, без насоса. Ну, а кто разводящий? Людей надо объединять в кооператив. Надо объединять. Это то же самое, мы же не будем делать этого. Ну, здесь вопрос по тому, что технические условия, если они кооперативные... Правильно, с этого надо начинать. То есть тебе надо изучить, прежде чем, чтобы не получилось. Они объединились в кооператив, а эти условия такие, что... Невыполнимые. Невыполнимые. Будет по 500 тысяч на домовладение. То есть надо сейчас изучить. Реально технические условия. Если цена вопроса будет слишком велика, то муниципалитет рассмотрит возможность софинансирования. Всего в этот день на приеме у главы, его заместителей, начальников управлений и коммунальных предприятий побывало свыше 90 человек.